здравствуйте мои дорогие подписчики а также зрители канала лайв таро меня зовут надежда и сегодня как вы видите у меня на столе радуга да необычное оформление моего рабочего стола моего рабочего места и это связано с тем что на канале было довольно много просьб сделать расклад на определение негатива в том числе магического негатива я не совсем сторонник ну скажем так определять такие вещи в общих раскладах но бывает что у человека нет другой возможности кроме как обратиться к общему раскладу для того чтобы прояснить для себя некие моменты чакровый расклад помогает посмотреть не только наличие магического негатива как такового также в целом помогает разобраться в том что происходит в жизни и в том что происходит в теле почему очень коротко объясню что такое чакры и за что они отвечают более полную информацию думаю если кто-то не знает и заинтересуется они найдут сети но я поясню со своей стороны да какой я информацией обладаю и на что я опираюсь когда я работаю с этим раскладом чакры это энергетические центры в наш которые находятся в тонком теле человека это некие трансформаторы если можно так сказать через который человек получает необходимую ему информацию и энергию из окружающего мира они также отвечают за вывод из человеческого организма лишние и подработаны энергетики таким образом происходит такой двусторонний обмен человек из окружающий миром основных чакр семь и у них есть свои названия до в соответствии с буддийской философией и различаются по цветам красная оранжевая желтая зеленая голубая синяя и фиолетовая точно так же да я маркер себе пометила на столе чтобы вы знали так вот основных чакр 7 они нам дают здоровье они нам дают защиту и отвечают за весь процесс происходящий в теле человека через чакры идет работа со здоровьем человека с эмоциями с его психикой с характером с поведением и с мыслями но кроме этого каждая чакра несет себе информацию не только по определенным органам и физиологическим системам нашего организма также чакра несет себе информацию по жизненным сферам человека это в общем да что я могу сказать про чакры я говорю что более подробно если вам нужно вы все-таки посмотрите в сети в соответствии со своим расположением чакры отвечают за деятельность определенных органов и систем вот я думаю даже можем посмотреть соответствие до самая первая чакра она еще называется основная либо корневая вот она соответствует таким органам как мочеполовая система прямая кишка кости позвоночник да это все то что дает опору нам оранжевая чакра это там пупковая чакра вот она находится в области лапка вот и точно так же есть соответствуют органы это мочеполовая система это кишечник это почки ну и так далее то что можно примерно посмотреть расположение и поэтому когда мы делаем анализ на таро именно по чакрам мы можем посмотреть не только здоровье но в здоровье я не не углубляюсь вот можно посмотреть какие-то моменты на которые стоит обратить свое внимание но это уже дело собственно медицины вот и дело врачей самое важное что чакровый расклад показывает какие проблемы могут быть у человека в той или иной материальной сферы мысли потерял да да в соответствии с тем как расположены чакры они отвечают не только за деятельность определенных органов и систем точно так же отвечают за координацию той или иной жизненной сферы если чакра работает хорошо если чакра не заблокирована то в целом в жизни человека все хорошо конечно не бывает так чтобы все чакры работали отлично да на все сто процентов вот но так или иначе какой-то баланс поэтому посмотрим да по поводу магического негатива я не сторонник в каждой карте видеть какой-то магический негатив поэтому для себя я придерживаюсь вот такой четкой системы для меня магить на магический негатив указывают всего лишь несколько карт вот это карты старшего аркана это маг верховная жрица верховный жрец естественно башня смерть дьявол и луна такие карты как десятка мечей и тройка мечей они могут косвенно указывать на наличие магического негатива но с гораздо меньшей вероятностью до чем допустим озвученные мною карты старшего аркана но это наверное все да все что я хотела сказать в качестве предисловия вот начнем вот сегодня я так как сложно будет выкладывать позиции будет 4 вот и так как сложно будет выкладывать все четыре позиции да вот по карте вот а потом раскладывать рядами вот я решила отступиться от того как я делаю вот и я сделала такие вот маячки это это будет первый расклад позиции будет 4 поэтому загадайте для себя цифру если вам нужно видеть карты то я думаю нарежьте перед собой там четыре бумажки четыре картонки вот посмотрите на них сосредоточьтесь и выберите все-таки формат данного видео формате данного видео на мой взгляд сложно уместить и сразу четыре позиции вот и под ними уже делать так называемый чакровый расклад начнем до посмотрим что состояние ваших чакр а также если какой-то магический негатив у вас и если есть то что он затрагивает на какую сферу вашей жизни этот магический негатив влияет так позиция номер один так вот хора сватриста на ура хата и шутха Каджна И Сахасрара Смотрим, да, все, что касается основной нашей корневой чакры Мовадхары Ну, смотрите, данная чакра у вас находится в очень стабильном состоянии Она хорошо работает и отвечает чакры за потомство, да, за безопасность То есть в целом вы чувствуете себя довольно-таки спокойно Чувствуете себя в безопасности Точно так же по здоровью, да, те органы, которые соответствуют данной чакре У вас тоже в стабильном состоянии, да, что если были когда-то какие-то проблемы То они сейчас находятся под контролем, либо в состоянии выздоровления Вот, можно сказать, да, что в этой области проблем нет Смотрим дальше Сватхистана Ну, Сватхистана, та чакра, которая у нас отвечает за сексуальные отношения Удовольствие, за удовлетворение Вот у вас тоже находится в отличном состоянии Вы сами знаете, чего хотите, вы сами знаете, как хотите Многого чего добиваетесь именно в этой сфере самостоятельно Поэтому здесь тоже все в порядке Манипура Манипура, чакра, которая отвечает за нашу проявленность в обществе За энергию жизненную Материальная сфера, это все, что связано Это деньги, там, собственность, да, взаимоотношения с людьми В сфере материальных ценностей Это власть, сила Вот эта чакра у вас и вот эти вот сферы, да, перечисленные Также, если говорить о здоровье, да, это желудочно-кишечный тракт Да, это кожа Вот, находится не в самом лучшем состоянии И когда чакра находится в состоянии в семерке мечей, да Можно сказать, что тут, может быть, если из какого-то негатива, да, все-таки на нас снова, да Это какой-то сглаз, да, чтобы у вас, допустим, все было довольно-таки хорошо И в плане работы, которая доставляла, которая давала вам некую власть Которая давала вам некие возможности, хорошие отношения с людьми, заработки В какой-то момент раз, да, и как будто кто-то вас немного позаимствовал, да, и все стало несколько ухудшаться Точно так же по третьей чакре, если есть на ней какие-то повреждения, либо блокировки Чужое мнение для вас бывает выше своего, да, вам сложно стоять на своем В отношениях с близкими людьми, с близкими людьми вам может сказаться, что вас не уважают, что вас не ценят Вы боитесь критику, да, вы как-то излишне эмоциональны Чувствуете, что от вас отворачиваются, вот Не доверяете людям, да, и вот опять же, да, семерка мечей тоже это карта кражи, воровства, да, что Кажется, что могут подвести, могут обмануть Ну, такое состояние вашей манипуры Анахата, наша зеленая чакра Ваша зеленая чакра Ну, в Анахате тут тоже все довольно-таки неплохо, да, это планы перспективы Анахата у нас отвечает за любовь Анахата у нас отвечает за любовные отношения, за доверительные отношения к людям И в целом здесь, знаете, как жизнь налаживается, да, то ли вы готовитесь ко встрече с любимым человеком, то ли вы его уже встретили, да, и есть такие большие планы на дальнейшую взаимную счастливую жизнь То есть в целом по Анахате здесь тоже я проблем не вижу Голубая чакра, Вишутха Ну, Вишутха, знаете, не могу сказать, чтобы она работала плохо Вот, она работает, вот, но как-то в этой чакре есть застой Чакра отвечает прежде всего за творческую самореализацию, да, способности, умения, за коммуникации с людьми Вот, и возможно вам где-то сложно с людьми немного договариваться Возможно вам как-то бывает, да, сложно принять какие-то решения Вот, но в целом жить вам это не мешает, да, и серьезных проблем в данной чакре я тоже не вижу Смотрим чакру синюю Аджина, да, еще другое ее название Чакра третий глаз Тоже в довольно стабильном состоянии Чакра отвечает прежде всего за интуицию Да, чакра отвечает за предчувствие Чакра отвечает за отношения с людьми Да, когда нужно либо свое видение людям объяснить, либо услышать чужое видение Вот, и здесь у вас все в порядке, что вы, я думаю, человек интуит Вот, и я думаю, не зря вы смотрите этот расклад, да, и думаю, свой расклад вы выбрали абсолютно верно Потому что с интуицией у вас здесь все в порядке Вот, вы особо не сталкиваетесь с людьми в каких-то конфликтах Вот, ну, несмотря на то, что могут быть у вас какие-то, ну, какое-то беспокойство, да, и в том числе связанное с людьми Что может быть какая-то зависимость от людей Вот, ну, прямых конфликтов тут нет, да Вы своей интуицией все-таки можете почувствовать, где стоит остановиться, где на человека можно где-то надавить Вот, а где лучше не стоит ничего серьезного такого говорить человеку Вот, и поэтому тут с чакрой тоже полный порядок И смотрим самую, да, такую загадочную чакру Сахасрару Коронная, фиолетовая Ну, кстати, тут вы можете не пугаться по поводу данной чакры Эта чакра редко у кого находится в прекрасном состоянии Потому что чакра отвечает за единение с Богом, за единение с высшими силами, да Если хотите, за, не знаю, единение с космосом, да, вот с чем-то таким высшим, эфемерным Это сверхсознание Единственное, да, что тут может быть, что если говорить о каком-то возможном магическом негативе, да То кто-то вам заблокировал, может быть, увидел у вас интуита хорошего, да Вот, и побоялся, что вы можете более такими какими-то серьезными способностями обладать Вот, и мог вам, да, что-то сделать Заблокировать вам, разбить вам эту чакру Вот, но с данной чакрой, если с ней работать, то крайне сложно Она поддается каким-то, скажем так, реконструкциям По большому счету жизни такой вот физической, она не мешает, да И можно и с заблокированной чакрой жить Ну, единственное, да, с такой чакрой это атеисты, да Это ярые приверженцы, что только мы решаем, да Нет ничего высшего там и сверхъестественного Ну, самое важное, что у вас интуиция работает, да, есть предчувствия Вот, и поэтому тут проблем я не вижу, вот, кроме как вам разобраться с анахатой По поводу как разблокировать чакры Методик, ну, довольно-таки много, да То, что это может быть там и рейки, да, это и асаны йоги Это и медитации, это и мантры, это и визуализация И много-много-много-много-много всяких техник, которые помогают и дыхание, да, через чакры Которые помогают ее улучшить, наладить Вот, я думаю, тоже по поводу того, как наладить работу чакры Там, как ее там разблокировать Вывести состояние такого вот, как вот у вас немножечко такого, что обокрали вас немножечко Вот, я думаю, в сети информацию вы найдете Вот, я думаю, с этой ситуацией справитесь Ну, смотрите, да, по первому раскладу Единственная чакра, на которую стоит обратить внимание Это наша желтая чакра, да, это манипура Ну, которая подвечает, прежде всего, если мы говорим о финансовой сфере Это работа, доходы, финансовое благополучие, собственность, да, недвижимость Вот, на этот момент обратите внимание Ну, и ваша коронная чакра Вот, тут так бывает Поэтому здесь я криминала никакого не вижу Только, да, как я говорила в отступлении Что может быть, что если есть какой-то негатив То сделано так, чтобы обезвредить вас на всякий случай Так, какой интуит хороший Так, ну все, с первым раскладом мы закончили Будем смотреть расклад номер два Меняем нашу цифру Так, расклад номер два В каком состоянии находятся ваши энергетические центры Ваши чакры Если там магический негатив для тех, кто загадал позицию номер два Так, ну вот Хара Сахатристана Мамипура Мамахата Мишутха Мужина И Сахасрара Так, итак Смотрим Что происходит с вашей чакрой С красной чакрой С основной чакрой Мулахткарой Которая отвечает за безопасность Которая отвечает за потомство Которая в целом за выживаемость отвечает Ну вот у вас вот в этой чакре все-таки есть проблемы И Как проявляются проблемы Тут и по этой карте показано, да Что это переживание Это слезы Это нервозность Это и бессонница Это и тревожность Это могут быть и сексуальные какие-то проблемы Это может быть Несчастные случаи какие-то, да Которые могут с вами часто случаться Что пошли споткнулись, да И если кто-то царапинный То у вас там синяк может быть там На все колено Это может быть Состояние постоянного стресса Это может быть какие-то срывы Вспышки гнева И если есть у вас именно травматические моменты, да Частые травмы, ушибы Не знаю, какие-то ЧП, которые происходят постоянно На эту чакру обратите особое внимание Я говорила в первом раскладе, но я думаю, надо было во вступлении сказать Значит буду из расклада в расклад повторять Что чакры можно чистить и восстанавливать разными способами Асаны йоги Это рейки Это могут быть отливки воском Это могут быть медитации, мантры Все, что хотите, да В сети, думаю, вы найдете кучу информации Как по чакрам, так и по работе с ними На вашу корневую чакру Это прежде всего ваша безопасность И безопасность физического тела Вы должны обратить внимание Также это могут быть Мочи половая системы Да, это прямая кишка Я извиняюсь Проблемы с позвоночником Ну, опять же говорю, что по здоровью я углубляться не буду Вот, эти моменты, думаю, вы сами знаете Вот, решайте их с врачами Все, что касается основных бытийных сфер Да, я вам сказала на что Обратите внимание Особенно, особенно если у вас травмы, ушибы А также может быть еще сильный страх Да, это могут быть какие-то панические атаки Вторая ваша чакра Схватхистана Оранжевая чакра Пупковая чакра Ее еще называют Отвечает она у нас за удовольствие За сексуальные отношения За чувство удовлетворения И в целом удовлетворенность Она у вас работает прекрасно Она у вас наполнена Она у вас функционирует Вы можете испытывать чистые эмоции Чистые чувства Да, если в отношении с любимым человеком То вы получаете именно интимное удовольствие Чакра работает хорошо Манипура Манипура у вас точно так же Работает хорошо Она отвечает за материальную сферу Прежде всего Это все, что связано с деньгами С недвижимостью С собственностью С взаимоотношениями с людьми В сфере материальных ценностей В сфере работы Начальники, подчиненные Также отвечает за проявленность в обществе Жизненную энергию За власть Вот вы такой человек Который Похоже не сидит на месте Энершайзер Довольно таки вы эмоциональный человек Если мы опираемся Именно на трактование Таро И не смотрим четко положительную Или отрицательную Какая-то карта Вот Тут можно сказать Что эмоциям Чувствам Вы придаете большое значение Вот Если допустим Вы покупаете машину Да То вы ее любите Да Вы ей Не знаю Меняете чехлы Занимаетесь тюнингом Да Вы ее постоянно поддерживаете В чистоте Точно так же Все что связано там С домом Да Вы стараетесь там Покрасивее Не знаю Там Посуду купить Там какие-то занавески Да Чтобы в доме Было чистенько Комфортно Вот за все Это отвечает Наша Манипура Так Смотрим дальше Анахата Анахата у вас тоже находится В хорошем состоянии Это Любовь Это Гармония Это Отношения Такие добрые Сердечные С людьми Это Верность Это Преданность Вот И вы такой человек И вы Открыт Открытый миру Вот И люди Вас любят И относятся С уважением Я думаю Это вот В частности Еще связано С тем Что Вы много чего Можете дать Вот И Относитесь С пониманием Вот Относитесь С теплотой Полностью Такое Знаете Так и есть Тут карты Мир Да Вы Открыты Миру Смотрим Голубую Чакру Бешутха Чакра Отвечает За Творческую Самореализацию За умение Человека За его Способности Вы Очень Творческий Человек И Все Что вы Не делаете Да Вы Делаете Не только С душой Да С эмоциями Вы Это делаете Красиво Вот Поэтому Тут я могу Поздравить Вас Что в целом Вы такой Наполненный Человек Вот Который Несет Красоту Несет Добро В мир Вот Вы своим Присутствием Украшаете Наш мир Смотрим Синюю Чакру Аджна Чакра Третьего Глаза Чакра Отвечает За Интуицию За Видение За Волю За Коммуникации С людьми Когда нужно Объяснить Свою Порой Нестандартную Какую-то Точку Зрения Своё Нестандартное Видение А также Отвечает За Взаимодействие С другими Людьми Когда нужно Выслушать Их Нестандартную Точку Зрения Что я Не знаю Что там У меня Случилось Дежавю Или Вещи Сон Приснился Вы можете Выслушать Человека Вы можете Ему поверить Вот тут у вас Тоже Чакра Работает Хорошо И Вы человек Интуит Вы человек Вежливый Культурный У вас Ясные Мысли У вас Ясные Эмоции Вы Я думаю Вряд ли Позволяете Себе Там Где-то На кого-то Там Случайно Подкрыть рот Матерными Словами Вот То есть У вас Высокая Этика И Смотрим Седьмую Чакру Сахасрара Коронная Чакра Ну У вас Здесь Тоже Находится В хорошем Состоянии Вы Верите Высшие Силы Вот Вы Верите В Бога Да В какого Бога Я думаю Вы знаете Духовный Человек Да С Высоким Уровнем Сознания Живете В полной Гармонии С миром И Жизнью Да Хотя Физический План Вот На него Вам нужно Будет Обратить Внимание Вот Думаю Что Если Когда Вы Разберетесь С этой Чакрой То В целом Ваша Жизнь Будет Такой Вот Полной Гармоничной Вот И Уже Какие-то Тут Вот Проблемы Да Которые Могут Выливаться Как я Говорила Да В какие-то Страхи В какие-то Травматические Часто Повторяющиеся Моменты Они У вас Закончатся Ну Такой У нас Второй Расклад Смотрим Расклад Номер Три Так В каком Состоянии Находятся Ваши Чакры Есть Ли Какой-то Магический Негатив Вот Также Если Чакры Блокированы То На Какие Сферы Обратить Внимание Тоже Посмотрим Итак Мавадхара Сфатхистана Мампура Нахата Зишутха Аджна Сахасрара Так Смотрим В каком Состоянии Находится Ваша Чакра Корневая Мавадхар В стабильном В очень стабильном Состоянии Находится Чакра Отвечает За Выживаемость За безопасность Чакра Отвечает За потомство Чакра Отвечает За связь С землей Вы Человек С довольно Крепкой Опорно С довольно Крепким Опорно Двигательным Аппаратом Да У вас Кипучая Какая-то Жизненная Позиция Живущий Вы довольно Такий Человек Физическая Сила Вот Вашей физической Силе Можно Позавидовать Удар Наверное У вас Тяжелый Вот Рука Тяжелая Стабильный Довольно Такий Человек В целом Можно сказать Что По данной Чакре Все Отлично Все Находится Под контролем Вот И под вашим Прежде всего Вы человек Который Правильно Смотрит На вещи Справедливо Смотрит На вещи Вот Мудрый Человек И который За своим Не знаю Физическим Телом За своим Физическим Здоровьем Вы смотрите И ухаживаете Ваша чакра Сватхистана Купковая Чакра Ну Часто Да Вот Я вижу Такие ситуации В чакровых Раскладах Когда Допустим Корневая чакра Находится В очень Хорошем Состоянии Корневая чакра Да В хорошем Состоянии Вот А купковая Она находится В каком-то Таком Дисбалансе Вот У вас В этой чакре Есть дисбаланс Чакра Отвечает За сексуальные Отношения Да Тут могут быть Проблемы с противоположным Полом Именно в сексуальных Моментах Это может быть Чувство Неудовлетворенности Да Потому что чакра Отвечает За удовольствие И удовлетворение В целом И Когда данная чакра Находится В состоянии Блокировки Да Либо в состоянии Дисбаланса То это И Эмоциональные Стрессы Это И Ревность Это И Одиночество Возможно Да Что на Фоне Каких-то Может быть Сексуальных Моментов Не сходитесь С партнерами Вот Также Это могут быть Если мы говорим О здоровье Да То это Мочеполовая Система Это Может быть Мочевыводящая Система Также Кишечник Обратите Внимание На данную Чакру По поводу Того Как Сбалансировать Работу Чакры Как ее Разблокировать Потому что Здесь у вас Я не могу Сказать Что здесь Прям полная Блокировка Чакры Вот Но она Плохо У вас Работает Вот Тут могут Помочь И Рейки Здесь Такие техники Как Рейки Это Может Помочь Вам Воск Отливки Воска Да Также Это Медитации Дыхание Чакрам Чакрами Асаны Из йоги Информацию Думаю В интернете Можно почерпнуть Вот И поработать С чакрами Работать Не сложно Вот Но Это нужно делать Да Это нужно работать Поэтому Обратите внимание Что если Особенно У вас Неудачи С вашими Партнерами Что если Постоянно Вас Обуревает Какая-то Ревность Также Жизнь Может Ваша Превратиться В какую-то Не знаю Унылую Рутину Вот Порой Может быть Даже Там уже Желаний Уже Нет Никаких Если Он Кто-то Что-то Предлагает Вы Отвечаете Что нет Я не хочу Вот Тут Может быть Утрата Сексуального Влечения Вы можете Не считать Себя Красивой Сексуальной Чувственной По большому счету Вам Если говорить Во что Выливается Вам не хватает Прикосновения Вам не хватает Внимания Вам не хватает Заботы В связи с этим Да И связано То что Чувство ревности Чувство Одиночества Что даже Может быть У вас И есть Партнер Да Но с ним Нету Гармоничных Отношений Сексуальных В том числе Поэтому Можете Рядом с партнером Чувствовать Себя Одиноко Манипура Желтая Чакра Это Чакра Денежная Чакра Да Все что Связано С материальными Благами Материальные Ценности Это В том числе Жизненная Энергия Которая Может Генерировать Деньги Имущество Недвижимость Здесь У вас Все в порядке Несмотря На то Что Здесь Есть Какие-то Проблемы Все-таки Чувство Собственного Достоинства Вот У вас Есть Также Вы Человек Который Довольно-таки Властный Вот Независимый Ну Еда Что Если Это Чакра В хорошем Состоянии То естественно Независимость Финансовая В том числе Вот это Две стороны По одной Медали Интеллектуал Большой Данная Чакра У вас В порядке Смотрим Чакру Анахата По поводу Кстати Магического Негатива Что У вас Есть Наносной Магический Негатив Который Тесно Связан С вашей Любовной Материальной Сферой Откуда Корни Растут Откуда Ноги Растут Естественно Да С этим Нужно Бороться Отсюда Проблемы В любви Потому что Чакра Отвечает За любовь За душевное Отношение С людьми За Если вы Женщина Да За отношениями С мужчинами И любовь Именно Кроме Этого Еще и Сексуальные Моменты Есть Расстроилась Конечно Немного Надеяла Что Не увижу Такого Магического Негатива Потому что Конечно В последнее Время Появляется Довольно Часто По причине Того Что сейчас Общая доступность В сети Колоссальная Вот И лезут Кто не попадет Туда Вот Но тем не менее Все равно К счастью Встречается Это не так Часто Я надеялась Что все-таки В чакровых Раскладах Я не увижу Карт Которые Отвечали бы За магический Негатив Обратите Внимание Что Что Если Все то Что Было Сказано По поводу Сексуальных Отношений По поводу Того Что Чувство Одиночества Не складывается Что Если вы Допустим Выходите Замуж Вы Либо Женитесь Вы Разводитесь Нету Понимания Нету Любви Чувствуете Себя Подвергнутым Чувствуете Что Вас Слишком Часто Критикуют Кризисные Какие-то Ситуации С людьми Вас Полностью Выбивают Из колеи То Имейте Ввиду Здесь Есть Гадость Которая Сидит Так Смотрим Дальше Бешутха Ваша То есть Смотрите Что Есть Магический Негатив Который Сделан Именно На Вашу Любовную Сферу То есть Это Все Что Может Отвороты Еще Что Куча Всего Что Могут Сделать Куча Каких Гадостей Людей Это Добрых Завистливых Хватает Имейте Ввиду Так Вишутха Голубая Наша Чакра В хорошем Состоянии Находится Эта Чакра Отвечает За Обмен Информации Цей Между Между Людьми В первую Очередь Отвечает За Творческую Самореализацию За Способности За Умения Человек Творческий Человек Интересный Человек Который Может Может Из Обыденности Сделать Нечто Что Завораживает Что Привлекает И Человек Уверенный В себе Вы можете Загореться Какой-то Идеей И Воплотить Ее Вы Стараетесь Ни на кого Не Поглядываться Если Вы Чем-то Загорелись То Делайте Это Сами Данная Чакра У вас В порядке Находится Синяя Чакра Аджина Третий Глаз Тоже Находится В отличном Состоянии Чувствуете Людей Чувствуете Их Эмоции Обладаете Интуицией Понимаете Да Что Туда Стоит Поехать Вот А в эту Поиску Лучше Не Отправляться Ясность Мысли Да Ясность Эмоций Культурный Человек Прежде Всего В хорошем Состоянии Чакра Ваша Находится И Чакра Сахасрара Наша Коронная Чакра У вас Тут Тоже Все В порядке Человек Вы С Высоким Уровнем Сознания Живете В гармонии С миром Несмотря на Проблемы Тем не менее Вы можете Найти Прекрасное В мире Верить Во что-то Высшее Это может быть Высшие силы В судьбу В карму В то что Все что Происходит Неспроста Вот И в целом Что я сказала Если вот Эту чакру Можно Какими-то Техниками Да То Вот С этой Нужно На эту чакру Нужно Обратить Особое Внимание Вот Когда Поборетесь С этой Гадостью Вот Личная Жизнь Наладится Вот Ну и Наверное Наладится Личная Жизнь Вот И с этой Чакрой Поработаете Да Тогда Будет Полная У вас Гармония Так Это Был Третий Расклад Сейчас Смотрю Вроде бы Все Сказала По Вашим Чакрам Так И Смотрим Четвертый Расклад Что С вашими Энергетическими Центрами Если Там Блокировки Либо Какой-то Магический Негатив Вот Если Что-то Есть То На Что Обратить Внимание Так Младхара Сладхистана Манипура Анархата Анархата За За Безопасность За Выживаемость Эта чакра Отвечает За Потомство За Связь Землей В целом За то Как вы Прочно Стоите Ногами В этом Мире Да Какие-то Это Беспокойство Это Может быть Подавленное Состояние Когда Вы Понимаете Что Жизненные Сложности Сыпятся Сыпятся И с ними Приходится Постоянно Бороться Постоянно Быть На Стороже Вы Находите В таком Состоянии Какого-то Внутреннего Стресса Понимая Что Если Вы Расслабитесь И Как-то Все Может Посыпаться В первую Очередь Это Физическое Ваше Состояние Это И Здоровье Опорно Двигательный Аппарат Это Могут Быть И Мочеполовая Система Вот Это Могут Быть Ноги Даже В частности Вот На Эту Чакру Обратите Внимание Прям Больших Проблем Здесь Нет Вот Я Вас Не Пугаю Вот Поэтому Вы Не Пугайтесь И Посмотрите В сети Есть Много Техник Как Работать С Чакрами Это Рейки Это Могут Быть Йога Асаны В частности Это Могут Быть Мантры Это Могут Быть Медитации Это Могут Быть Дыхание Через Чакры Накачивание Энергии Вот Вам Это Поможет Не Самое Катастрофическое Состояние В чакре Но Тем не менее Она Находится В постоянном Напряжении Ваша Не жизнь А борьба У вас В том числе Именно За Выживаемость Какую Что я Я говорю Что Могут Быть Какие Периодические Пусть Небольшие Но ЧП Проходите Мимо Там Стукнулись Там Стукнулись Постоянные Синяки Какие Ушибы Имейте Ввиду Так Вторая Ваша Чакра Сватхистана Пупковая Чакра Тоже В довольно Нестабильном Состоянии Вот Я думаю Это потому Что Одно С другим Вот Эти две Чакры Вот Они Довольно Честно Друг с другом Взаимодействуют Вот И поэтому Тут И тут Понимаете Тут Периодами То у вас Хорошо И Эта чакра У нас Отвечает За удовлетворение За удовольствие За сексуальные Отношения Вот У вас Тут такое Подвижное Состояние Вы за что-то Боролись Отвоевали Вот Какое-то Время Насладились Этим Потом И раз И уплыло Карта Шестерка Мечей Это карта Ухода Убытия Переезда Другие Берега Другими словами Да Что-то Отвоевали Себе Вот Потом Понимаете Что это От вас Уплывает Вот Периодически Какие-то Вспышки Ревности Вот Национальные Какие-то Стрессы Порой Ничего Не хочется Никуда Не хочется То есть Тоже Обратите Внимание На Чакру Не самое Опять же Плохое Состояние Вот Но Поработать С этой Чакрой Вам нужно Манипура Чакра Которая Отвечает У нас За Материальную Сферу Прежде всего За деньги За работу Которая Приносит Именно Финансовый Достаток За общение С людьми Которые Взаимодействуют С вами В материальной Сфере Вот Это Также Недвижимость Это Также Движимое Имущество Вот И у вас Здесь Знаете Чакра Находится В таком Подвижном Состоянии Я не могу Сказать Что это Прям Плохо Да Вот Но оно У вас Постоянно Вот То есть То нет То есть То нет Да Что в работе То премию Дали Да То не дали То Не знаю Получили Повышение Какое-то Ждете Следующее Вам сказали Ага Подожди Точно так же Да Деньги Да То густо То как-то Их совсем мало Тут пусто Не бывает Да То есть В целом Довольно неплохое Состояние чакры Вот Но вот Постоянно До такой вот Стабильности Да Финансовой Которую Хотелось бы Сказать Многие Тарологи Кстати Колесо фортуны Трактуют Как вот Карту полного Счастья Да Что фортуна Вот Но не забывайте Что это колесо Оно Крутится В классической Системе Ой Да Мы видим Да Что Кто-то на вершине Вот А кто-то уже падает Вот так же У вас Вот То хорошо То Какая-то яма Финансовая Потом снова Ну видите Вы Две чакры Которые Идут Перед вашей Манипурой Да Вот Они находятся Не в стабильном состоянии Вот И тоже Я думаю Тут тянут С собой Что когда вы Находите В каких-то Душевных переживаниях В каком-то состоянии Стресса В какой-то борьбе Скорее всего Наверное Уже нету Ни сил Ни эмоций На то Чтобы там Не знаю Заниматься работой Да Там что-то Как-то зарабатывать деньги Так Анахата Анахата Ну вот смотрите Да Вот в противовес Вот допустим Каким-то Моментам Даже вот Сексуальной Сфере Да Что в целом Вы открыты Миру Вот и люди Вас любят Вот И я думаю Вы человек Довольно Не одинокий Во всяком случае На данный момент Потому что Состояние чакры Меняется Да И если допустим Сегодня чакра Там в каком-то Негативном состоянии Вы с ней поработали Вот И допустим Завтра я буду смотреть Завтра я уже могу Увидеть совсем Другую картину Но вот на данный момент Одиноким человеком Я вот здесь не вижу Возможно Да Были какие-то Проблемы Вот Но в плане того Что Вы любите Вот И вас Я думаю Любят Вот И такого человека Который Прежде всего Относится С любовью К другим людям Вот Ну Любить Наверное Невозможно Эта чакра Отвечает За любовь За чувствительность За Такие Теплые Доверительные Отношения К ближним Что еще По этой чакре Что еще По этой чакре Можно сказать Что Да в целом Хорошо Что тут Еще скажешь Что данная чакра У вас находится В хорошем Состоянии Так Вишутха Голубая Чакра Чакра Отвечает За Творческую Самореализацию За ваше Умение За ваши Способности Что-то делать Красивое Да Видеть мир Прекраснее Чем кто-либо Это может Увидеть Это Обмен Какой-то Информацией С людьми Вот Здесь у вас Тоже чакра Находится В отличном Состоянии Вы Очень хорошо Можете Коммуницировать Также с творческими Людьми Вы на одной волне Вы их понимаете Вы можете Приукрасить Что-то Да Взять какую-то Банальность Вот И сделать Из этого Нечто Вот вы Это тоже Можете В хорошем Состоянии Чакры Так Смотрим Вашу Аджну Вот смотрите Вот по поводу Аджны Тут тоже Как я говорила Да В начале Видео Что десятка мечей Посвенно Может указывать На наличие Какого-то Наносного Магического Негатива Также Это может быть И Какие-то Самосглазы Вот Либо Сильные Сглазы Со стороны На эту чакру Обратите внимание Да Потому что Это чакра Прежде всего Интуиции И Как можно Понять Да Что она Не очень хорошо Работает Это постоянно Ворох Мысли В голове Мысли Вопросы Это могут быть Проблемы С памятью Это могут быть Головные Боли Мигрени Это может быть Элементарно Да Что вы не можете Почувствовать человека Врет Он не врет Не можете Правильно Я не знаю Там смотрите На две вещи И допустим Подобрать там Себе размер На глазок Как говорят Да Вот эти моменты Ваша ситуация Есть По поводу того Что Есть ли там Какой-то Магический Негатив Или нет Тут я вам Четко не могу Сказать К тому же Да Это общий Расклад Вот тут Нужно смотреть Но На чакру В любом случае С чакрой Нужно будет Вам поработать Да Как я вам сказала Еще в самом начале Видео Вот Особенно Да Что если Как я и говорила Да Что если Постоянно Ворох Большой мысли Вопроса В голове Да И если Нету Предчувствия Какого-то Предвидения Интуиции Обязательно С этой чакрой Надо будет Вам поработать Так И чакра Сахасрара Ну допустим В плане Духовности Да Веры Высшие силы Веры С Богом Вот у вас здесь Все в порядке Вот В целом На мир вы смотрите Ясными глазами Да На Проблемы На свои Стараетесь По большей части Относиться Наверное Тут даже С юмором Вот Потому что Относитесь К этому Что если Так дано Вот значит Надо выкручиваться Да Вот значит Так распорядились Распорядилась Судьба Там Или карма Вот Мне Это надо Пройти Мне Это надо Решить То есть Такой вы Стойкий Оловянный Солдатчик Ну тут И по первой Чакре Видно Что вы Такой Живчик Вы такой Борец Вот Ну вот Смотрите У вас Раз Два Три Момента Да Которые Настораживают Ну и вот Здесь Вот Хотя Я думаю Что если Вы разберетесь Вот этими Моментами То Вот это Вот Превратится Вот Во что-то Такое Стабильное Вот В императора Да Или в императрицу Что все будет Хорошо Ну вот Такие Сегодня у нас Были Расклады Такой Довольно Длинный Расклад Да Который Много Много Информации Дает Вот Впервые Делаю На канале Подобное Видео Анализы Я конечно Делала Вот Но Подобного Рода Все-таки Впервые Вот Ну а на сегодня Все До встречи В новых Видео Пока-пока